Девушки отдыхают Чудом осталась жива. 13-летняя школьница выпала из окна на восьмом этаже. Что послужило причиной? Почти каждый день новая жертва. В начале оттепеля от падения наледи пострадали более 10 человек. Почему так происходит и кто в этом виноват? Пересел на двухколесный и попал в реанимацию. Авария с участием велосипедиста. Пять лет ожидания коту под хвост. Обманутые дольщики ЖК-новинки Smart City до сих пор не могут узнать, кто достроит их квартиры. Кто нападает на автозавод? Как нижегородцы исполняют детские мечты? И зачем привлекать внимание на выставки? Чем еще сегодня делились интернет-пользователи? Эфир Первого городского продолжают новости. Я, Максим Красильников, приветствую вас. Поговорим о главных событиях пятницы. И вот с чего начнем. Чудом осталась жива. В автозаводском районе 13-летняя школьница была обнаружена под крышей одной из многоэтажек. Теперь следственным органам придется разбираться, был ли это несчастный случай или убийство. В ночь на пятницу на улице Комсомольска около дома 10 местные жители обнаружили 13-летнюю девочку. Предположительно, подросток выпал из окна на восьмом этаже. Но, несмотря на внушительную высоту, школьнице удалось выжить. Сейчас девочка доставлена в больницу. Ее состояние оценивают как стабильно тяжелое. По словам одноклассников, школьница всегда улыбалась, была душой компании и не создавала впечатления забитого ребенка. Следователи уже начали проверку по этому случаю. Десять дней и семь жертв. Ледяные убийцы не щадят ни детей, ни взрослых. С начала весны травмированных 13 человек. Оттепили только начались, а в Нижегородской области уже столько пострадавших. Все случаи происходили один за другим. Новые жертвы были практически каждый день. К слову, за весь прошлый сезон потерпевших было всего лишь 10, в то время как в этом году их уже 27. Кто в этом виноват, разбиралась наш корреспондент Марина Плохова. Чуть не убила. Вот чуть-чуть, блин, не убила, а. Ребята, около Зорниц, около детского кинотеатра. Это вообще как. Вот такое видео прислала нам наша телезрительница. Это означает лишь одно. Налить до сих пор угрожает жизни и здоровью нижегородцев. В этом случае девушку спасли несколько секунд, но все могло закончиться гораздо хуже. Например, в четверг глыба льда сорвалась с крыши на улице сестер Рукавишниковых, упала на трубу и спровоцировала утечку газа. Происшествия случались и раньше. За этот месяц в Нижнем Новгороде было 6 пострадавших. Среди них пятеро детей, в числе которых новорожденная девочка, которая до сих пор в тяжелом состоянии. Женщина вышла гулять с двумя детьми. Одна маленькая девочка в коляске, другая побольше. И на нее упала глыба с крыши, глыба снега огромная с крыши дома. Но это произошло в вечернее время, потому что раздаток уже был закрыт. И это далеко не все случаи. С начала года почти 30 нижегородцев получили травмы из-за схода наледи. А еще десятки людей отделались ссадинами или испугом. Почему же так происходит? А самое главное, кто виноват? Дуки или сами нижегородцы? Мы решили провести эксперимент. Сейчас мы огородим опасный участок дороги ленты и запрещающий проход. И посмотрим, сколько людей за 15 минут пренебрегут собственной безопасностью. Весь процесс мы будем фиксировать на камеру, а после посчитаем количество нарушителей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За 15 минут из 12 человек лишь четверо обошли опасный участок стороной, а остальные 8 пошли напролом и пренебрегли собственной безопасностью. По количеству пострадавших от схода наледи отличился и Держинск. Там, как и в Нижнем, 5 жертв с начала месяца. Тяжелые травмы тоже были. В одном случае перелом основания черепа, а в другом черепно-мозговая травма у женщины. Директор Дука одного из домов в интервью призналась. Вины коммунальщиков она не отрицает, но и свою работу они выполняют ответственно, хоть и не всесильные. Я не кладу сюда на кровлю снег, я не могу менять погодные условия, я не Господь Бог, который контролирует погоду, но ответственность наша здесь, естественно, есть. Пострадавшие есть в Иксе, Павлове, Балахне и Владарске. Заметим, с начала года травмированных почти в три раза больше, чем в прошлом сезоне. Метеорологи утверждают, что на это повлияло то, что в феврале выпало две месячных нормы осадков. И это как раз перед оттепелями к слову, после того, как губернатор взял вопрос неочищенных крыш под свой личный контроль, коммунальщики стали отчитываться о проделанной работе. Однако нижегородцам тоже нужно помнить о правилах безопасности. Возвращаясь к нашему эксперименту, лишь 30% пешеходов не прошли под опасным огражденным участком, а остальные 70% не задумались о своем здоровье и просто перелезли через ограждение. Марина Плохова, Иван Масов, служба новостей город. К другим темам. Министерству образования предложили отчислять малышей из детских садов. Речь идет о ситуациях, когда дети официально числятся в дошкольном учреждении, но не посещают сад и сидят дома с родственниками без уважительных причин. По факту места пустуют, но принять на них ребят, которые стоят в очереди, нельзя. О других новостях далее короткой строкой. В ближайшие два года в городе отреставрируют более 70 зданий. Объектам культурного наследия в основном требуется ремонт крыш и фасадов, местами ремонт инженерных сетей и укрепление фундамента. Ремонтные работы проведут в рамках подготовки к юбилею города. После того, как будут готовы необходимые бумаги, Федерация выделит на реставрацию более миллиарда рублей. Нижегородские ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно съездить в любую точку страны. Проезд будет доступен во всех поездах дальнего следования, во всех классах, включая люкс, а также в скоростных составах «Ласочка» и «Сапсан». Также бесплатный билет доступен для одного сопровождающего. Акция действует весь май без ограничений по количеству поездок. Миллион рублей за школьную олимпиаду. Президент России подписал указ, согласно которому ежегодно школьники будут получать денежные вознаграждения за победу в международных олимпиадах по образовательным предметам. Миллион рублей за первое место, 500 тысяч за второе и 400 за третье. Правда, потратить награду можно исключительно на образование, оздоровление и отдых. Деревянный Кремль может появиться на детской площадке в парке Кулибина. На участке со стороны улицы Белинского появится современный игровой комплекс, который стилизует под Нижегородский Кремль. На территории расположится песочница, крытый амфитеатр и точки доступа в Wi-Fi. Оригинальное решение нашли и для проблемы подтопления парков. Из-за особенностей территории у входа все время образовываются лужи. Авторы решили выложить декоративными камнями так называемое русло и превратить скопление воды в декоративный водоем. В Нижнем Новгороде снят карантин по коре. Случай заболевания в 40-м лицее не подтвердился, а все ученики без прививок вернулись за школьные парты. Ранее распространение кори удалось остановить в Кстове и Держинске, но несмотря на это в регионе остается опасность ввозной инфекции. На сегодня все очаги кори погашены, но риск возникновения инфекции снова все равно остается. Дело в том, что совсем скоро начинается отпускной период и повышается вероятность завозного заболевания. Сейчас неблагоприятная ситуация по коре зарегистрирована в Греции, Франции, Болгарии, Польше и ряде других стран. Заболевания могут завозить и из других регионов Российской Федерации. Первые признаки заражения похожи на ОРВИ. Повышенная температура, тошнота, слабость и кашель, а на четвертый день по всему телу появляется красная сыпь. Врачи предупреждают, что корь заразна уже в конце инкубационного периода, когда никаких симптомов заболевания еще нет. При этом болезнь очень легко передается воздушно-капельным путем. Вакцинация – единственный способ защититься от кори, и привиться можно бесплатно в поликлинике по месту жительства или платно в вакцинальных центрах. Научиться рисовать углем, дать вторую жизнь ненужным вещам или остаться дома и посмотреть фильм. Первый городской телеканал поможет определиться, как провести ближайшие выходные. В это воскресенье состоится фримаркет «Свободу комоду». С двух часов дня до пяти вечера любой желающий может отдать даром надоевшие или ненужные вещи. Среди них могут быть одежда, обувь в хорошем состоянии, книги, рабочая техника, детские игрушки, посуды и многое другое. Часть из этих вещей будет сразу отложена и передана многодетным, нуждающимся и малоимущим детям. Дать вторую жизнь вещам можно 24 марта по адресу улица Почаинская, 17. Нижегородцев научат рисовать углем, художественным соусом и сангиной. На мастер-классе каждый желающий узнает, как и чем работают художники и сможет выбрать себе понравившийся материал. Занятия пойдут в мастерской по адресу улицы Карла Маркса, 22, обучение бесплатное. С 24 по 27 марта в кинотеатре «Орленок» покажут анимационные короткометражки с лондонского фестиваля. Зрители увидят 9 фильмов из Великобритании, Польши, Швейцарии, Франции и Нидерландов. Все работы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. В эту субботу в Нижегородском лингвистическом университете состоится фестиваль японской культуры «Бункасай-2019». Нижегородцев ждут зрелищные представления, мастер-классы по боевому искусству, песни и стихи на японском языке. Начнется фестиваль в 11 утра, вход бесплатный, но предварительно необходимо зарегистрироваться в социальных сетях или по номеру 416-60-78. А любителям домашнего отдыха мы предлагаем расположиться на диване за просмотром первого городского телеканала. В субботу вечером в 22.00 драма «Линкольн» для адвоката. Блестящий адвокат без труда забивает с оправдательного договора для своего подзащитного, но затем понимает, что его клиент скрывает правду. Но неожиданно угроза тюремного заключения зависает над самим героем. Далее новости от наших партнеров. Смотрите во второй части выпуска. Пересел на двухколесный и попал в реанимацию. Авария с участием велосипедиста. Пять лет ожидания коту под хвост. Обманутые дольщики ЖК-новинки Smart City до сих пор не могут узнать, кто достроит их квартиры. Кто нападает на автозавод? Как нижегородцы исполняют детские мечты? И зачем привлекать внимание на выставки? Чем еще сегодня делились интернет-пользователи? Вы смотрите Служба новостей город и мы продолжаем. Сегодня в областном арбитражном суде собрались обманутые дольщики ЖК-новинки Smart City для того, чтобы услышать решение о том, кто же все-таки достроит их квартиры. Напомним, нижегородцы, вложившие последние деньги в новое, как им казалось, жилье, уже пять лет борются за свои дома. Собственно, вы можете устраивать все, что хотите, но это ваше решение. Казалось бы, документы собраны, подрядчик найден, деньги есть. Но неожиданно для всех долгожданная передача прав новому застройщику вновь не произошла. За 10 минут до суда выяснилось, что банк кредит еще не подтвердил. Дольщикам предлагают изменить тактику нового застройщика и снова ждать. Исходя из предыдущей практики, процесс стройки, конечно же, будет затянут. Но уже прошло пять лет. Сколько еще будет? Пять лет и два месяца. Пять лет и пять лет. И ведь Алексей не преувеличивает. Назначение нового застройщика вернет нижегородцев на год назад. Их снова будет ждать бумажные волокиты и множественные суды. Год назад у нас также на финишной прямой сорвался процесс достройки привлеченным инвесторам по аэроустрой. Точно так же на финишной прямой. И второй раз у нас повторяется такая же ситуация. Мы одобрение не получим. Напомним, от нечестного застройщика Квартстрой в 2014 году пострадало более полутора тысяч нижегородцев. Все пять лет отчаявшиеся жители борются за свои права, устраивают акции, привлекают внимание к своей проблеме и обивают пороги начальников. Но, к сожалению, до сих пор безрезультатно. Какая судьба ждет известный долгострой новинки Smart City, станет известна 10 апреля. Мы продолжим следить за этой историей. К другим темам. Убил пенсионера ножницами за 10 тысяч рублей. В Первомайске 20-летний молодой человек проник в дом к пожилому мужчине, сначала избил его руками и ногами, а после убил ножницами, нанеся ему 12 ударов. Жизнь пенсионера стоила 10 тысяч, и именно столько похитил молодой человек из кармана убитого. Теперь ему грозит 8 лет тюрьмы. О других происшествиях в регионе расскажем далее. К стове автомобиль сбил велосипедиста. С наступлением тепла участников дорожного движения стало больше. Многие уже пересели на двухколесный транспорт. Пострадавшего молодого человека увезли в реанимацию. Сотрудники ГАИ напоминают, что на дороге нужно быть предельно внимательными. Авария в Розамасе. Столкнулись две отечественные машины – «Жигули» и «Лада». Водитель «Лада» не справился с управлением и въехал во второй автомобиль. От удара «Жигули» занесло на обочину дороги. В результате аварии машины получили серьезные повреждения. К счастью, водители отделались легким испугом и ушибами. Автомобилисты стали свидетелями серьезного нарушения ПДД по дороге в Саров. Водитель «Нивы» пошел на обгон по обочине встречной полосы. И только за четверг в Нижегородской области произошло почти 100 аварий, в которых автомобили получили серьезные повреждения. В этих ДТП пострадали пять человек. У них травмы различной степени тяжести. Пришла весна, и во многих местах Нижегородской области снег растаял вместе с асфальтом. Розамас не стал исключением. Причем там автомобиль провалился в образовавшуюся яму передними колесами. К счастью, рядом оказались неравнодушные, которые и помогли водителю освободить его машину из-за подни. Кто нападает на автозавод? Как нижегородцы исполняют детские мечты? И зачем привлекать внимание на выставки? Все это и не только расскажем в рубрике «Социальные сети». В Сормовском районе образовалась огромная лужа. Настолько огромная, что напоминает пруд. Местные фотомастера воодушевились в водной стихии и отправили в путешествие по ней корабль и мультяшных героев. Идете, пацаны? Морген Штер, Морген Штер, Ван Лав. Че? Морген Штер, Ван Лав. Передаваем привет. Ты... Алишер, привет, будьте, пожалуйста, я с тобой сфоткаюсь, пожалуйста. Нижегородец Антон Бардин за то, что мечты должны сбываться, особенно детские. Парень не передал привет артисту, а просто подарил ребенку веру в чудо. Прости, пожалуйста, что я не пришел. Ты что, братан? Ты пришел. Ты пришел. Подрастешь, еще увидимся на концерте. У меня просто... Слова тут и правда излишняя. Как вам такой поступок, нижегородца? Вчера вечером жители улиц Автозавода были шокированы странным небесным явлением. Посмотреть на неопознанный летающий объект собралось много нижегородцев. У меня это на камеру даже не ловим. Угажать нашему газу. Оказывается, на других семьях есть шокость. Полетав так какое-то время, НЛО исчез. А сегодня нижегородцы в недоумении ищут тех, кто же все-таки покушался на местный завод. Разгоряченный москвич поразил всех в главной галерее страны. Мужчина разделся около картины Иванова «Явление Христа народу» и в одних трусах пошел смотреть выставку. После экскурсии он спокойно ушел по своим делам, а вот его одежда так и осталась в музее. Этот царь зверей каждый день обнимает своего хозяина и благодарит за свое спасение. Дин забрал Декстера со всем львенком, у него были вши и клещи. Но забота и внимание вырастили из него настоящего мощного зверя. Кстати, это не единственный подопечный Дина. В Африке он организовал заповедник, где заботится о всех животных с тяжелой судьбой. А теперь к хорошим новостям от наших телезрителей. Чем порадовал их этот день они рассказали съемочной группе Первого городского. Съездили в магазин, купили новую микроволновку и очень рады, довольны ценой и микроволновкой. Плавать почти научился. Я хожу в акваторию плавать. Вчера вдруг день рождения был, отлично отметили, погуляли, все прекрасно. У меня вышла статья научная, меня это порадовало. Я наконец-то начала ходить на танцы. Я всю жизнь об этом мечтала. Вот теперь хожу. В конце выпуска смотрите подробный прогноз погоды на ближайшие три дня. 22 марта в Нижнем Новгороде, днем плюс 3 градуса. Облачно с прояснениями, ночью около нуля пасмурно. 23 марта в субботу, днем 3 градуса со знаком плюс, небольшой дождь и ночью плюс 1, пасмурная погода. В воскресенье 24 марта, днем плюс 2 градуса, небольшой дождь и ночью минус 1, облачно с прояснениями. На этом пока все. Хорошего вам настроения и до встречи в городе.